В школе номер 253 посёлка Дунай учителя, ученики и их родители активно собирают гуманитарную помощь военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Школу посетил глава городского округа Александр Баранов. Подробности в нашем сюжете. В преддверии Дня народного единства глава городского округа посетил 253-ю школу посёлка Дунай, проверил её содержание и организацию питания. Также в рамках своего визита он побывал в пункте подготовки гуманитарной помощи для наших воинов. Учителя школы номер 253 приобщили учеников к благородному делу. Все вместе в свободное от уроков время готовят необходимые предметы обихода и личной гигиены для бойцов СВО. Остался очень удовлетворён организацией патриотического воспитания. Вот оно воочию увидели народное единство, когда дети, педагоги, родители занимаются одним делом – помощь нашим бойцам. Старшее поколение, их родители, матери, знакомые, показали, как, например, плести сети, предметы первой необходимости, гигиены и так далее. Всё это делается руками детей. Их научили старшие. Они объединены единой идеей. А идея одна – поддержать наших воинов. Дети, научившись у взрослых, плетут маскировочные сети из светопоглощающих тканей. Под каждый сезон плетут новую сеть. Сейчас это коричневые, серые и зелёные цвета. Ребята с особой тщательностью стараются сделать сети, максимально приближённые к реальному ландшафту, так как понимают, что от этого могут зависеть жизни наших бойцов. Также добровольцы школы собирают функциональные наборы личной гигиены. В него входит, помимо ватных палочек и сухих салфеток, так называемый «сухой душ». Это салфетка, которая пропитана специальным средством. При необходимости нужно добавить немного воды. Это очень удобный вариант, когда нет возможности принять душ. Ученики с учителями также делают и спички длительного горения, которые будут гореть в любую погоду. Раньше в магазине продавали такую вещь, которая называется «охотничьи спички». Сейчас их нет, а разжечь костёр в условиях фронта иногда надо даже в дождливую ветреную погоду. Поэтому мы осваиваем такое мероприятие, которое называется «спичка длительного горения». Из ватного диска, простых спичек и кусочка шпажки. Мы скручиваем вот такие спички. Затем она будет запаяна в парафин. Проводили мы исследование. Наша спичка горит 9 минут. То есть в условиях дождя и ветра. Можно даже без бумаги. Берёзка разжечь. По велению души и от всего сердца ученики написали письма бойцам, нарисовали рисунки, понимая, как важна поддержка и тепло из дома. Добровольцы собирают чайный набор, который согреет и тело, и душу, а также укрепит иммунитет. Жители сами собирали и сушили шиповник, лимонник, листья малины и вишни, которые входят в состав чая. Костру друга приглашай, полезным чаем угощай. Помимо того, что добровольцы от школы делают для фронта, на базе школы развернут и пункт сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные дунайцы приносят нужные предметы обихода. Нательное белье, носки, рабочие, перчатки, балаклавы. Любви к родине, понимание ситуации, которая сейчас происходит в стране. Дети охотно откликнулись на такие призывы и стали активными участниками всего того, что вы сегодня здесь видели. Благодаря средствам, собранным на ярмарке, а также финансовой помощи местных предпринимателей и небезразличных жителей, также закупается необходимая для фронта техника. Я благодарю педагогический коллектив неравнодушных жителей поселка Дунай. Очень много делают таких патриотичных мероприятий. Не на показ, а просто решили и сделали. Хочу пожелать педагогам держать вот этот курс на единение, на поддержку наших воинов, которые выполняют задачи слова. Началось приобщение детей к общему делу во благо Родины в рамках патриотического воспитания. Но ребята помогают не из чувства долга, а по велению сердца и от всей души. Они осознают всю ответственность, возложенную на них, понимая, для чего они это делают. Это уже больше, чем патриотическое воспитание. Здесь все поколения, сплотившись, делают все, что может немного облегчить и помочь бойцам, защищающим нашу Родину. В единстве наша сила.